Добрый день, уважаемые зрители, рыболовы и им сочувствующие. Меня зовут Гуров Борис. Сегодня я хочу познакомить вас с новым эхолотом марки Гармин. Это эхолот Карплотер Эхомап 42 9. Не буду долго рассказывать про каждый пункт меню. Вы все и так хорошо знаете основные функции. Трубочка, запись треков, запись маршрутных точек, работа эхолота. Вот у нас так легко одевается. Итак, особенности этого эхолота это технология DV Chirp и возможность записи очень высокоточных карт глубины с точностью до 30 сантиметров. Это делает программа Quick Draw Contours. Итак, буквально два слова о основных технических характеристиках. Диагональ экрана 4,3 дюйма, разрешение 480 на 272 пиксела. Сам по себе прибор может работать на 6 опорных частотах. Это обычные частоты 50, 77 и 200 килогерц. И даунву частоты 260, 455 и 800 килогерц. Эти частоты будут доступны в зависимости от того, какой у вас датчик установлен. Вот конкретно в данный момент у нас вот такой датчик, это же Т20. В общем-то, у него доступны 4 частоты. Это 7,7 200 обычный и 455 и 800 килогерц. У этого датчика. Значит, максимальная мощность у этого эхолота 500 ватт. Это среднеквадратичная и 4000 ватт пиковая. При этом одновременно могут работать сразу две частоты и одновременно показываться на экране. Ну и раз уж мы говорим о карт-лотере, то необходимо сказать о доступных картах. Значит, у него предустановлена обзорная карта мира, большая. И для более подробных карт предусмотрен карт-ридер. Здесь для флешек формата microSD. Значит, для России это обычно карта DR6 топа от новиком, либо гарминовский серия BlueChart. Теперь пару слов о, собственно говоря, технологии ЧИР. Собственно говоря, излучение ведется на тех же самых опорных частотах, но теперь каждый импульс выпускается не на одной частоте, а с некой девиацией, то есть с изменением. Это позволяет получить более четкое изображение, более четкое отражение предметов в воде. В частности, в косяке, например, можно отличить там отдельно каждую рыбу, может быть, даже приблизительно оценивать их размер. Ну, естественно, предметы на дне, там толще воды, любые там коряги, водоросли, естественно, тоже отображаются более детально, более четко. Ну, хочется заметить, что, конечно, эта технология ЧИР будет более востребована именно на больших глубинах, так сказать, на небольшой глубине изменения не так заметны. Все эти чудеса прогресса мы вам, конечно, покажем. Ну, еще два слова о другой полезной функции этого прибора, очень такой, я считаю, для себя востребованной. Это, значит, функция записи детальной карты на флешку, детальной карты глубин с шагом 30 см. Делает эта программа или функция Quickdraw Contours. Записывает, как я сказал, сюда на флешку. Потом эту карту можно будет через компьютер выгрузить на сайт garmin.com, на страничку Quickdraw Community. И далее с этой же странички скачивать неограниченное количество раз, в том числе и любые карты с любой части мира, которые были выложены, ну, такими же пользователями, как и другие. Включаем запись Quickdraw Contours. Здесь на карте нажимаем еще меню, добавляется настройка меню. Включаем зелье. Начать запись. Поехали. Попробуем разобраться, что же нам дает такая подробная карта. Ну, начнем издалека. Значит, все рыболовы, интересующиеся новинками эхотехники, наслышаны о такой чудо-машине, как структур-сканер. И мне тоже удалось немного поработать с этой чудо-техникой, но для простых смертных рыболов они, конечно, запредельно дороги. Вот. Или дороги, как правильнее сказать. Вот. Ну, однако, вот это, если разобраться, наша программка у этого карт-плотера Quickdraw Contours может делать такие чудеса, что, собственно говоря, в некоторой части необходимый структур-сканер отпадает. Ну, конечно, в самой такой некоторой части небольшой. Значит, в чем основная, так сказать, ценность структур-сканера? Это большой охват по площади с целью изучения рельефа дна, всяких там подробностей. Коряжки, перепады глубин, бровочки и прочее. Вот. Однако, значит, если мы это не можем сохранить на флешку, в виде некоторой карты эти данные, да, то, как бы, смысл к нему теряется. Потому как вам каждый раз придется проходить эти места заново. Ну, или там, ориентироваться по точкам, которые вы поставили. А с помощью вот этого чудесного и в разы более дешевого аппарата HOMAP 42DV TIRP можно составить такую подробную карту, сохранить на флешку, пользоваться ей неограниченное время. И также можно передавать эту карту простым копированием на другую флешку для других пользователей с таким же прибором. Поэтому я считаю, что, так сказать, налицо здесь возможность воспользоваться этими плодами прогресса. Мы тут уже немножко поездили, я могу это показать. Сейчас мы находимся на реке Ахтуба. Что, погорели? 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 Вот такая чудесная карта. У нас получилось. В данном случае наиболее мелкие места шли темно-синим цветом, а дальше по глубине голубой, зеленой, желтой, красной. Вот это красноватого цвета, это ямка здесь. Мы ее определили, но как интересно оказалось, что рыба-то здесь везде стояла, а ловилась она уже в другом месте, на выходе из ямы, где-то вот в этом месте мы определили. Ну что ж, покажу вам еще как эхолот, здесь пока демо-режим включен. Включен у меня, работает, значит можно совсем на сонар. Можно включить массу разных режимов, это традиционный, просто будет эхолот. вот, естественно можно поменять частоты, нажимаем меню, выбираем частотки. чилик. Вот, можем включить чирп. Вот, сюда чирп, включаем чирп. Вот, тут у нас работает чирп. Ну, в зависимости от датчика будут включаться определенные частоты. сейчас датчик у нас не подключен, но на воде я вам покажу. так, можно, значит, даун-ву, включить. Можно включить совмещенность, что очень полезно, я считаю. В чем, собственно, полезность вот именно этого меню, это здесь мы видим на обычном эхолоте рыбки, значки рыбки, уже с глубиной. Вот. И более подробное изображение ноги на даун-ву экране, значит, здесь рыбки показывают этими точками, и определить их сложно, где тут рыба, где тут что. Вот. А обычный эхолот вам сразу показывает, то глубину и рыбу. Вот. Вот именно по нижнему даун-ву экрану мы определяем подробности дна, а наверху, значит, смотрим рыбу. Очень удобно. Ну, здесь еще масса вариантов. Это можно включить с экраном разделение, разделить частоты. в общем, флешер данные. Ну, это все. При желании можно сделать. Можно даже запись экранов сделать, то есть картинку. вот эту самую всю картинку он будет писать на флешку. Но если кому-то зачем-то нужно, там может в каких-то там смысле обучения или похвастаться там чем-то. Может быть, себе зачем-то это понадобится. Можно прямо эту картинку записать на флешку. Вот. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!